Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – лабораторная работа номер 5. Исследование силы трения скольжения. Цель урока – описывать трение при скольжении, качении, покое. Определять переменные и постоянные величины при проведении исследований. Давайте вспомним, что такое сила трения. Сила трения – это сила, возникающая при взаимодействии поверхностей двух тел и препятствующая движению. Причины возникновения трения – их может быть две. Первая – это шероховатость поверхности. Вторая – взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел. Существует несколько видов сухого трения. Это трение покоя, трение скольжения и трение качения. Трение покоя – это трение, которое удерживает одно тело на поверхности другого, в состоянии покоя. Необходимо преодолеть силу трения покоя для того, чтобы привести два контактирующих тела в движение. Например, чтобы сдвинуть тяжелый диван, потребуется достаточно большое усилие для того, чтобы преодолеть силу трения покоя. Сила трения скольжения – это трение, возникающее при скольжении одного тела по поверхности другого. Например, конькобежец, проходя свою дистанцию, преодолевает силу трения скольжения. Трение качения – это трение, возникающее при качении одного тела по поверхности другого. Например, когда мы катаемся на роликовых коньках, передвигаем телегу на колесах или рассматриваем движение автомобиля, мы сталкиваемся с силой трения качения. При равных нагрузках сила трения качения всегда меньше силы трения скольжения. При движении по шероховатой поверхности трение качения намного больше силы трения скольжения. Величина силы трения зависит от нескольких параметров. Первое – от материалов трущихся поверхностей и качества шлифовки поверхностей. Например, если мы сравним силу трения движущегося бруска по наждачной бумаге и по гладкому столу, то можно сделать вывод, что сила трения движения бруска по наждачной бумаге будет гораздо больше, чем сила трения по гладкому столу. Далее, сила трения зависит и от прижимаемой тела поверхности, то есть от веса тела. Мы видим на рисунке, что сила трения бруска, вес которого в 2 раза больше, гораздо больше, чем сила трения бруска, масса которого меньше. Величина силы трения не зависит от площади соприкасающихся тел. То есть, если взять брусок и положить его разными гранями на стол, абсолютно никакой разницы не будет в силе трения, если мы положим его широкой стороной или узкой. Модуль силы трения можно определить по формуле. Сила трения F трения равна мю умножить на n, где n – это сила нормального давления. Если тело находится в покое или движется равномерно, то вес тела и сила нормального давления будут иметь одно и то же значение. То есть, силу нормального давления мы можем определить по формуле МЖ. Мю – коэффициент трения, зависящий от свойств соприкасающихся поверхностей. Сила трения – векторная величина, так как кроме числового значения имеет направление. Сила трения направлена по касательной поверхности соприкосновения тел и противоположно направлению движения тела. Трение может быть полезным и вредным. Для того, чтобы уменьшить трение, можно ввести между трущимися поверхностями смазку, например, какое-либо масло, или заменить силу трения скольжения на силу трения качения, например, использовав роликовые или шариковые подшипники, или, возможно, применение воздушной подушки. Давайте приступим к выполнению лабораторной работы номер 5. Исследование силы трения скольжения. Цель работы такова – научиться измерять силу трения скольжения, установить зависимость между силой трения, действующей на равномерно движущееся тело, и силой его нормального давления. Оборудование – брусок, набор грузов, динамометр, деревянная линейка. Ход работы. Первое. Прикрепив к бруску динамометр, равномерно тяните его вдоль деревянной линейки. Замерьте при этом показания динамометра. Второе. Взвесьте брусок и груз. К бруску добавьте один груз, а затем второй, и каждый раз взвешивая брусок и грузы, измеряя силу трения. Четвертое. Постройте график зависимости силы трения от нормального давления. Определите значение коэффициента трения. Начертим таблицу. Наша таблица будет состоять из 5 столбцов на 3 опыта, так как в нашей лабораторной работе мы будем проводить 3 опыта. Первая колонка номер по порядку. Вторая. Сила нормального давления в ньютонах. Обозначается буквой Н. Третья. Сила трения. ФТР в ньютонах. Далее. Коэффициент трения. Мю. И средний коэффициент трения. Мю. Средний. Для начала определим вес бруска и груза. Вы видите, подвесив грузок к динамометру, мы видим, что сила тяжести, действующая на данный брусок, или вес, действующий на динамометр, на пружину динамометра, будет равен 1 ньютон. Точно такое же значение имеет вес грузика, подвешенного к динамометру. То есть, вес бруска и вес одного груза равен 1 ньютон. Опыт номер 1. Положим деревянный брусок на деревянную линейку. Укрепим динамометр за крючок бруска и будем равномерно тянуть динамометр, увлекая за собой брусок. Так как брусок движется равномерно, то силы, действующие на брусок в горизонтальном направлении, скомпенсированы. То есть, сила упругости пружины равна силе трения. Посмотрев, какая сила упругости возникает в пружине динамометра, можно определить силу трения. В данном случае это значение 0,25 ньютон. То есть, сила трения для первого опыта, когда мы тянем один брусок, равна 0,25 ньютон. Давайте заполним таблицу. Итак, первый опыт. Мы определили, что сила нормального давления, которая равна весу одного бруска, равна 1 ньютон. В первую колонку запишем единичку. Во второй колонке мы должны отметить силу трения. С помощью динамометра и равномерного движения мы определили, что сила трения равна 0,25 ньютон. Далее, нам требуется рассчитать коэффициент трения мю. Для этого воспользуемся формулой для силы трения. Сила трения равна мю умножаем на n. Отсюда следует, что коэффициент трения мю можно определить, как сила трения разделить на n, на силу реакции опоры. Подставим наше значение и получим 0,25 ньютона разделить на 1 ньютон. Сила трения, коэффициент трения получается 0,25. Записываем в колонку коэффициента трения 0,25. Опыт номер 2 и опыт номер 3 предлагаю проделать самим и записать результаты в таблицу, рассчитав коэффициент трения для данных случаев. Но давайте обратим внимание. В опыте номер 2 движется уже не один брусок, а брусок и добавленный к нему груз, вес которого, так же как и у бруска, равен 1 ньютон. Кроме того, вы видите, что растяжение пружины в данном случае у нас составило 0,5 ньютон. Далее, опыт номер 3. В опыте номер 3 мы добавляем еще один груз. То есть, к нашему грузку мы добавили 2 груза суммарным весом 2 ньютона. А динамометр нам указывает на деление 0,75 ньютон. Далее, мы определили силу коэффициента трения для трех опытов. Теперь требуется рассчитать среднее значение коэффициента трения мю по формуле. Мю среднее равно мю 1 плюс мю 2 плюс мю 3 делим на 3, так как мы проводили с вами 3 опыта. Рассчитав среднее значение коэффициента трения, запишите результат в нашу таблицу. Далее нам требуется построить график зависимости силы трения от силы нормального давления. По оси абсцисс мы будем откладывать силу нормального давления n в ньютонах. По оси ордина отложим силу трения в ньютонах. Выберем масштаб. Предлагаю взять за одну клеточку для силы реакции опоры 1 ньютон. То есть одно единичное значение будет равно 1 ньютону. А по вертикали силу трения откладываем. Мы возьмем за единичный отрезок 0,25 ньютон. Наносим нужные значения на график, используя нашу таблицу. Соединяем данные точки и получаем прямую линию, которая является графиком зависимости силы трения от силы нормального давления. Обратите внимание, что график должен начинаться от начала координат, то есть с точки 0. Сделайте вывод о проделанной работе, ответив на следующие вопросы. Первое. Какое значение коэффициента трения получили в лабораторной работе? Запишите средний результат. Второе. Проанализируйте полученный график зависимости силы трения от силы реакции опоры и ответьте на вопрос, какая зависимость между этими физическими величинами у вас получилась. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что трудности в выполнении лабораторной работы у вас не возникнет. Желаю успехов. Продолжение следует...